Здравствуйте, ребята! Какой прекрасный сегодня день, правда? Да! Трубадуру из знаменитых бременских музыкантов отвечают сотни детских голосов. Благодарные маленькие зрители будут с неослабевающим вниманием следить за всеми припятиями сказочного сюжета. Оперный театр в свой день рождения решил подарить подрастающим ценителям прекрасного поп-пури из своих постановок, рассчитанных на тех, кому до 16 и младше. А пока на сцене царило искусство, артисты за кулисами принимали поздравления и признавались в своей любви к юбиляру. Я в театре работаю с 2002 года. Работа – это моя любимая работа. Мне она очень нравится. Я с удовольствием сюда прихожу. С удовольствием жду новой постановки и любовь к «Трем апельсинам». Надеюсь, что это будет что-то интересное для артистов и для зрителей. В 88 лет Академический театр оперы и балета удовлетворяет самым утонченным эстетическим запросам Самарской публики. Дата не круглая, но тем не менее достойная. Символично, что родился театр в день защиты детей. Для них юбиляр развернул перед своим фасадом целый город сказок. Конкурсы и призы, флайеры со скидками – это далеко не полный перечень сюрпризов, которые ожидали и детей, и их родителей. У нас ребенок немножко другой. У нас она занимается в музыкальной школе, балетом занимается, танцами. То есть у нее уже немножко другие приоритеты, нежели у современных детей остальных. Скажи нам, пожалуйста, в театр любишь ходить? Очень. Расскажи, почему тебе нравится ходить в театр? Что тебе в театре нравится? Почему ты там любишь бывать? Мне нравится там, когда разные сказки проходят. Там герои очень интересно выполняют свои роли. Еще в январе этого года оперный театр и телерадиокомпания «Губерния» запустили конкурс «Я рисую театр». Акция мыслилась как региональная, но свои работы присылали начинающие художники даже из соседних областей республик. Те, кто пришли на театральный день рождения, смогли увидеть полотна победителей, размещенные на воздухе и в рекреации портера. Детям приняли участие в этой акции, и те, кто наиболее выделился, они получили приглашение на детский мюзикл и на оперный спектакль. Таким образом, творчески настроенные дети смогли выразить свое отношение к театральному искусству. Возможно, кто-то из авторов полотен в будущем внесет свой вклад в развитие замарского балета и оперы. Выставка, кстати, продлится до 1 июля. Владислав Жирнов, Александр Каракулько, Новости губернии. Новости губернии. Новости губернии. Новости губернии. Новости губернии.